МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу телекомпании Город. Время говорить. Главные темы сегодня в кратком изложении таковы. Первый прямой парад 9 мая в Рязани транслировался в прямом эфире нашей телекомпании. Открытие мая в Рязани. Наконец-то открыт надземный пешеходный переход на Московском шоссе. День сестер милосердия. Сегодня свой праздник отмечают медсестры всего мира. А теперь обо всем подробнее. Этот день победы. Главный праздник России. Он вне политики и вне времени. Страна вышла из величайшей войны, как это не раз бывало в нашей истории, обливаясь кровью в разрухе, но с победным знаменем. Так даются настоящие победы. Те, что остаются в памяти поколений. 9 мая мы впервые давали трансляцию Рязанского парада победы. Прямой эфир праздника, который шел с нескольких камер, могли видеть зрители не только Рязани. За парадом наблюдали жители Скопина и Ряжска, Новомичуринска и Кораблино. В этих городах тоже шло прямое вещание нашего канала. Но главными зрителями мы все-таки считаем ветеранов Великой Отечественной. Тех, кто не смог в силу возраста и состояния здоровья прийти на центральную площадь Рязани. Это их праздник. И все, кто включил 9-го телевизор, могли стать практически участниками парада. Это была сверхзадача проекта, и мы все были рады ее выполнить. Поздравляю вас еще раз, солдаты Победы. Наши репортеры работали на нескольких площадках и в ходе трансляции парада, что называется, с колес, шли в эфир и планы мероприятий, которые проводились вдали от трибун. Вот фрагмент репортажа Олеси Харлиной, снятого на площади Победы, там, где начинался праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое, по сути, Парад Победителей? Это, в первую очередь, возможность уже ушедшим ветеранам Великой Отечественной войны или тем, кто не может принять участие сегодня в праздновании и находится дома, принять участие в параде. Мы уже на площади Победы, где возложили гирлянду памяти. Здесь ветераны, здесь весь город чествует защитников Отечества. Все готовятся пойти на площадь Ленина. А это уже начало главного действия, которое разворачивалось на площади Ленина. Впервые идут колонны с увеличенными фотографиями военной поры. Это акция Парад Победителей. И вот майя она прошла в Рязани впервые. Рязанцы несут портреты родственников, которые прошли дорогами войны. Больше двух тысяч участников, столько же героев смотрели с черно-белых фото. Незабываемое зрелище, торжественно строгое и в то же время трогательное до слез. Парад Победителей Вы слышите, люди идут и скандируют «Спасибо за победу!» Спасибо, спасибо всем рязанцам, которые идут сейчас в этой колонне по главной площади нашего города. Спасибо. Спасибо, что чтите память, память своих родственников, память наших великих победителей. Вот с колясками люди идут, с детьми. Эта акция, как сообщили затем ее организаторы, прошла во всех районах нашей области. В ней приняли участие 15 тысяч человек. А вот чеканят шаг основные участники парада. Идут колонны рязанского гарнизона, но первыми были вновь ветераны. Только их войны были позже Великой Отечественной. Это те, кто прошел все горячие точки бывшего Союза. Те, кто спас тысяч людей от гибели, вставая на защиту мирных жителей. Это те, кто останавливал наркокараваны в Афганистане. Кто уничтожал террористов во время не столь уж давних вооруженных конфликтов на Кавказе. Так открылся смотр-конкурс «Песня в солдатском строю». И разумеется аплодисментами встретили горожане десантников, которые устроили традиционное боевое шоу с демонстрацией приемов рукопашного боя, стрельбой и непременными кирпичами, которые спецназовцы молодецки сокрушали. Вся эта картина, повторим, шла в режиме онлайн. И наверняка зрителей в этот момент у экранов прибавилось. Кстати, победителями конкурса «Островую песню» впервые стали два подразделения. Первое место разделили выпускники Академии ФСИН и курсанты-десантники. Надеемся, наш телеподарок «Дню Победы» понравился рязанцам. Поработали 9 мая все наши режиссеры, ведущие, инженеры, редакторы, операторы прямого эфира. А потому трансляция прошла для всех телевизионщиков, что называется, горячо. Но главное, повторим, что парад стал доступен всем ветеранам. И тем, кто смог прийти на праздник. И оставшимся дома. Это, пожалуй, главное для нас. Спасибо вам, дорогие наши победители. Низкий поклон всем воинам, отстоявшим страну. Еще в делах праздничных в День Победы в Рязани открылся долгожданный надземный переход у торгового центра «Премьер». Презентовать мост прибыл рязанское начальство. Потому что кто только не обещал нам, горожанам, скорое созидание перехода. И вот теперь есть, что показать. Безопасность перехода проверил лично рязанский мэр Виталий Артемов. Он одним из первых прошагал по переходу, и тот не дрогнул под начальственной ногой. Дальше рассказывает Глеб Галушкин. Строительство надземного пешеходного перехода возле торгового центра «Премьер» началось еще осенью прошлого года. Для удобства горожан, как отметили строители на торжественной церемонии открытия, переход оборудован эскалаторами. А в перспективе запланирована установка современных лифтов для маломобильных групп населения. В зимнее же время вестибюль первого этажа перехода будет отапливаться для удобства людей, ожидающих транспорт. Заместитель председателя правительства Рязанской области Шаукат Ахметов отметил, что открытие перехода – это серьезный шаг в развитии транспортной системы Рязани. Он уточнил, что надземный переход длиной 50 метров и высотой 6 метров над проезжей частью построен за счет инвесторов. Стоимость строительства составила более 58 миллионов рублей. Объявлен аукцион на право строительства этого моста. Опять-таки с инвесторами у нас есть договоренность о том, что город строит фундаменты моста, а инвестор строит пролетное строение металлическое. Должен получиться красивый мост у нас арочного типа. Кстати, в планах есть еще проекты на условиях частного государственного партнерства. В том числе сейчас обсуждаются вопросы реконструкции нескольких мостов, в частности пешеходного через реку Павловка. Продолжаем праздничную тему. Сегодня медсестры во всем мире получают поздравления и ходят с гордо поднятой головой. А кому-то, может, и премию дали. Все бывает. Дело в том, что 12 мая отмечается Международный день медсестры. Этим праздником самая многочисленная категория медработников обязана знаменитый Флоренс Найтингейл, которая в середине 19 века во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. А сегодня у милосердной Флоренс как раз день рождения. Она появилась на свет в далеком 1820 году, а прославилась мужеством и великодушием, ухаживая за ранеными воинами. Прожила Флоренс Найтингейл долгую жизнь и вошла в историю благодаря именно доброте и милосердию. Достойная женщина, что и говорить. Кстати, в одно время с Флоренса жила и наша Дарья Михайлова, более известная во время той же Крымской войны, как Даша Севастопольская. Она была русской подвижницей-медсестрой, так что и Россия может гордиться своими милосердными сестричками. О том, как сегодня отмечался день медсестры в Рязанской детской областной больнице, рассказывает Глеб Галушкин. День медицинской сестры в России, как официальный праздник, стали отмечать чуть более 20 лет назад. Хотя традиции служения и помощи больным в нашей стране, безусловно, более глубокие. Такой небольшой экскурс в историю провели студенты медицинского колледжа для медсестер Рязанской областной детской клинической больницы. По словам главврача ОДКБ Натальи Панфиловой, одна из основных задач медицинских сестер – это забота о маленьких пациентах. Эта работа – особая работа. Вы каждый день встречаетесь с болью, с радостью, с какими-нибудь лишениями, трудностями, сложностями. И пусть это все уходит, когда вы приходите домой. Пусть вас окружают родные, близкие, пусть у вас будет радость, будет любовь, будет счастье. Потому что все это вместе и создаст ваш неповторимый образ, неповторимый образ сестры милосердия. Главная медицинская сестра детской областной клинической больницы Наталья Белая ухаживает за больными уже более 30 лет. Она считает, что выздоровление пациента напрямую зависит от квалификации не только лечащего врача, но и медицинской сестры. Чтобы выявить лучших, в детской областной клинической больнице регулярно проводятся профессиональные конкурсы. В канун Дня медицинской сестры мы провели конкурс. Конкурс был областного уровня, который называется «Свои профессии горжусь». Наша больница приняла активное участие в этом конкурсе. И фотография Синицыной Марии Владимировны заняла второе место по области и второе место в российском конкурсе в номинации «Сестринское дело в новоматологии». Мы очень гордимся этим, что мы в числе первых, что мы лучшие и стремимся к этому. Кстати, доктора со стажем сейчас с радостью отмечают, что в рязанские больницы стали приходить молодые специалисты, в том числе и на вакансии медицинских сестер. И со своей стороны напоминают, что главное достижение профессии – это, конечно, выздоровление маленького пациента. В конце минувшей недели в Рязанском художественном музее открылась выставка фоторабот Евгения Коширина. Он был, наверное, известен каждому рязанцу. Невысокая фигурка чудаковатого на вид вечно взлохмаченного человечка с непременным фотоаппаратом была везде заметна. И на городских праздниках, и в выставочных залах, и на субботниках или демонстрациях. Он был везде, где так или иначе творилась городская история. Фотолетописец – так называли его горожане. Евгений Николаевич – добрейший души человек. Всегда возился с детьми, стараясь привить им чувство прекрасного. У него осталось много учеников и еще больше друзей. Уже незадолго до того, как Евгений Коширин после тяжелой болезни ушел из жизни, ему главным образом стараниями общественности все же дали звание почетного гражданина Рязани. Но для нас он остался умным и добрым художником с внимательным взглядом и душой бессеребренника. О выставке Евгения Коширина в материале Оксаны Тебенихиной. В Рязани состоялось открытие фото-выставки нашего знаменитого земляка Евгения Коширина. В этом году мастеру исполнилось бы 65 лет. Заслуженный работник культуры с 95-го года и почетный гражданин Рязани с 2006-го. Он являлся признанным фотомастером как в России, так и за рубежом. Только в Рязани состоялось около 50 персональных выставок маэстро. Открывая выставку мы с особым чувством смотрим на эти фотографии, потому что здесь запечатлена наша молодость. Для них мы даже в музее, потому что здесь есть портреты. И тех людей, которые в свое время работали, и портреты художников, молодых еще. На этой выставке представлено около 120 работ Евгения Николаевича. Его любимыми жанрами являлись портрет и уличная жизнь. Эти работы вообще мало кто видел ранее. Так что ценители тонких произведений настоящего фотохудожника просто обязаны посетить его именную выставку, которая продлится до 25 августа. И в завершении программы вернемся к сегодняшнему празднику Дню Сестер Милосердия. Сразу после нас выйдет в эфир программа подробностей Олеся Харлина будет говорить с мессестрой детской областной клинической больницы Любовью Копленковой. А мы расстаемся. До завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин